Друзья, я вас приветствую на канале Анатомия Бокса. Сегодня буквально два слова хотел сказать о предстоящем поединке между Джо Смитом и Дмитрием Бибулом, который состоится 9 марта в Вероне, это Нью-Йорк. Несколько слов скажу о Джо Смите, потому что Дмитрия Бибулу мы все-таки с вами так или иначе знаем, знаем его характеристики, но несколько слов я впоследствии о них тоже скажу. Итак, Джо Смит за последние 7 лет набирал свой рекорд за счет никому неизвестных боксеров. Большое количество поединков, которые он провел за последние 7 лет, на последних годах я остановлюсь отдельно. Это, на мой взгляд, боксеры низшего дивизиона. Но, тем не менее, Джо Смит умудрился в 2010 году уступить в таком поединке с боксером из низшей лиги. В 6-раундном поединке он потерпел поражение. Первая заметная победа данного боксера была в поединке с Андже Фанфарой. Данного боксера представлять, я уверен, не стоит. Фанфара находился на момент поединка с Джо Смитом в очень хорошей форме. У него была неплохая позиция. И, честно сказать, поединок он начал неплохо. Но, где-то, может быть, расслабившись, он схватил очень хороший удар, который провел Джо Смит, что, собственно, решило весь исход данного поединка. Следующая заметная победа со стороны Джо Смита была в бою с Бернардом Хопкинсом, где он, фактически, завершил карьеру, можно сказать, ветерана, которому на тот момент, насколько я помню, было 52 года. Запомнился тем, что, наверное, единственный, кто отправил Бернарда Хопкинса в такой вот нокаут. После Бернарда Хопкинса был поединок с Ливаном Баррэйрой. И стоит сказать, что Джо Смит начал довольно-таки неплохо этот бой. Но Баррэйр очень упорный, упертый боксер. Он после падения от удара Джо Смита встал, сумел восстановиться. Ну, чего, в общем-то, нельзя сказать о Джо Смите, который не смог перестроиться по ходу поединка. И по очкам он отдал этот бой Баррэйре. Ну, что нельзя сказать о Дмитрии Биволе, который Баррэйру, в общем-то, и по очкам обыграл, и настолько жестко смог попасть, что, в общем-то, Баррэйра не смог, в принципе, продолжать поединок с Дмитрием Биволом. Теперь то, что касается Дмитрия. Ну, во-первых, помимо того, что на один год он младше Джо Смита, ну, я не думаю, что это сыграет существенную какую-то разницу. Но, тем не менее, это хорошая, классная любительская школа. То есть уровень бокса на порядок выше, чем у Джо Смита. Первый момент. Второй момент. Мотивация и карьерные движения, на мой взгляд, у Дмитрия Бивола на порядок выше. За последние семь лет Джо Смит провел только два поединка, которые я озвучил. У Дмитрия Бивола таких поединков было семь. И, соответственно, уровень оппозиции, я еще раз скажу, у Дмитрия был в разы выше. Опять-таки, последние поединки, которые проводили оба боксера, Бивол, это против Паскаля, на мой взгляд, очень классно он боксировал именно на уровне, именно на классе, перебоксировал данного спортсмена. Ну, то, что касается Джо Смита, это какой-то непонятный, опять-таки, проходной поединок с проходным боксером. Ну, и, в общем-то, да, закономерная победа, но еще раз повторюсь, что уровень оппозиции у этих спортсменов совершенно разный. Что хотелось бы сказать на ближайший поединок. Я думаю, что это победа Дмитрия Бивола, либо эта работа будет в течение всего периода времени, если Джо Смит досрочно не сдастся. Но он, в принципе, может держать удар, как мы видели в некоторых поединках. Но, опять, вероятность нокаута тоже остается со стороны Дмитрия Бивола. Класс Дмитрия, еще раз повторюсь, выше. Я почти уверен, что этот боксер перебоксирует Джо Смита. И, скорее всего, поединок уйдет в дальние раунды, и это будет победа по очкам. Вероятность падения Джо Смита, ну, 50 на 50. Ну, и небольшой, наверное, все-таки можно оставить шанс, что Джо Смит может попасть. Лаки Панч никто не отменял. Вы видите, что этот боксер ударный, вот с фанфарой очень ярко это было продемонстрировано. Поэтому мой прогноз – это победа Дмитрия по очкам где-то ближе к концу всего поединка. Либо поединок пройдет всю дистанцию и, в общем-то, закономерно завершится победой Дмитрия. Всем боксерам удачи! Болеем за Дмитрия! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, свои мнения. Какие будут интересны вам разборы, какие бои. Я буду стараться своевременно их снимать и выкладывать. Всем спорта!